Добрый день! Сегодня мы отвечаем на вопросы на православном канале «Экзегет», которые обращают к нам наши зрители и слушатели. Но для удобства, наверное, несколько следующих вопросов лучше будет объединить в один, потому что они объединены такой вот общей темой, хотя и на первый взгляд, может быть, говорят о несколько разных вещах. Итак, почему Иосиф Прекрасный не вошел в наследие Иакова, а вошли его сыновья Моносии и Ефрем? В обетованную землю вошли 13 колен Израилевых, 12 из них получили у Девы, а 13 колену Левитам выделяли только десятину. Почему первородство досталось четвертому сыну Иакова Иуде? У него были особые заслуги перед Богом или трое первых сыновей по грехам лишились первородства? Первородство относится только к первенцу мужского пола или нет? Что же делать, если в семье рождались только девочки? Ну, вот, так сказать, это сразу такой целый комплекс вопросов, которые объединены одной темой, темой первородства. И поэтому имеет смысл, наверное, отвечать на них сразу, уже в одной беседе, чтобы не растаскивать ее на несколько разных сюжетов, но поговорить о первородстве. Вот на этом примере из книги «Бытия», где повествуется о том благословении, которое перед смертью даровал Иаков своим потомкам, Иаков Израиль, в частности Иосифу, ну, а также и другим коленам своих сыновей. Ну, первородство — это, конечно, особое такое понятие, особый дар Ветхом Завете. И, конечно, оно имело отношение только к мужчинам. Если допустить такую гипотетическую ситуацию, что в какой-то семье рождались только девочки, то ни о каком первородстве, конечно, речи там идти не могло. Полнотой власти, полнотой достоинства обладали в Ветхом Завете только наследники мужского пола. Что предполагало собой первородство? Во-первых, первородство предполагало передаваемую по наследству власть патриарха или царя своему первенцу, своему потомку, властью над всеми своими остальными потомками, то есть старшинство в роду. По той патриархальной системе отношений, которая существовала в Ветхом Завете, конечно, никоим образом эту власть, это достоинство не могла наследовать женщина. Женщина могла быть весьма уважаемой, женщина могла быть украшена пророческими или какими-то иными духовными дарованиями. Она могла обладать огромным авторитетом, влиянием на своих саплиментников. Но быть царем, быть предводителем и быть старшей в роду она никак не могла. Старшинство все равно должно было передаваться только мужчине, и если его не было, то, собственно, и род пресекался, заканчивался, и, как мы знаем, предписывалось в случае, так сказать, если не оставалось лица наследников мужского пола, то существовал закон южичества, по которому другой мужчина в этом же роду должен был взять к себе оставшиеся сиротами без мужа жену и домочадцев своего умершего, ну, предположим, брата. И, как говорилось, восстановить семя брату своему. В этом состоял закон южичества, и обуславливался он именно тем, что только мужчина мог быть полноценным представителем власти в своем роде. Кроме этого, перворожденный, первородный также мог претендовать на двойную долю выделяемого ему наследства. Опять же, наследство это распределялось именно между потомками мужского пола, потому что в противном случае, даже если бы оно выделилось, оно все равно подосталось кому-то из мужчин, либо в другом роду, в который женщина вышла бы замуж, если бы она получила это наследство, причитавшееся ей, а она, в общем-то, и могла его получить, особенно при замужестве, некую часть своего такого достояния в качестве приданного, либо оно переходило все равно тому из братьев, кто по закону южичества забирал бы эту оставшуюся без мужчины во главе рода женщину себе. То есть до смерти отца, до смерти глава рода, его семья, состоявшая исключительно из девочек и женщин, она подчинялась ему, а после его смерти по закону южичества опеку и старшество над ней должен был бы принимать какой-то другой из его же рода, его родственник, но именно мужчина. Это особенность у тех патриархальных отношений, которые существовали в ветхозаветном израильском обществе. Ну и кроме этого прерогативой старшинства являлось также священство, право на совершение священного служения. Такое право существовало вплоть до того, как Моисей реформировал по повелению Божию вообще всю систему этих взаимоотношений в двенадцатиколенных израилевых. Во времена праоцев, как мы знаем, старший мужчина в роду имел право и на совершение обрядов, имел право на жертвоприношение, на непосредственное обращение к Богу, то есть обладал определенными правами священства. Ну, ситуация достаточно распространенная и характерная вообще для таких вот патриархальных обществ, в которых священство еще не было выделено в какой-то отдельный институт, где священство являлось не институциональным, а совершалось и передавалось по старшинству. Таким же оно было и во времена патриархов. Ну, и естественно, что никакая женщина, естественно, никоим образом претендовать на подобную привилегию не могла. Женщин до священства не допускались, и таких примеров в Ветхом Завете мы, конечно же, не знаем. Вот. Теперь, что касается этого же вопроса первородства, применительно вот к ситуации, сложившейся в потомстве Иакова, Израиля и связанном с его потомками. Он лишает первородства трех своих старших сыновей. В связи с чем? В связи с тем, что, как сам он указывает, несмотря на то, что Рувим является вершиной его сил, является его перзенством, вершиной его же зла, но, тем не менее, он не удостаивает этого права первородства, подобно тому, как это произошло и в истории самого Исаака, его брата Исаава. Эта история научила его тому, что первородство должно быть не просто получено благодаря рождению, но должно быть еще и заслужено, и оправдано самой жизнью. Старший брат Иакова Исаав продает ему право первородства за какую-то там миску чечевицы, и этим самым уже делает себя очевидно недостойным этого великого дара первородства. И поэтому Иаков прекрасно понимает, что на самом деле первородство не в рождении, а в соответствии, в достоинству, в тому, чтобы быть достойным этого дара. И Рувим его не достоин. Рувим, который уже в юности, как бурлящая вода, вел себя необузданно и осквернил ложи своего отца, вступив в кровосмесительную связь с его наложенцей Валы, от которой, кстати говоря, были рождены и его младшие братья. За вот это нарушение законов божественных и человеческих Рувим, будучи первенцем, лишается права первородства. Подобным же образом лишаются его и Симон, и Левий, следующие по старшинству сыновья Иакова Израиля. Они лишаются его за свою жестокость, за то, с какой жестокостью они истребили мужское население города Сихем, мстя за пороганную честь своей сестры Дины. Они не только обманом, предложив мужчинам, Сихема вступить вот в этот союз через обрезание, которое над ним будет совершено, вероломно нарушили этот свой религиозный, по сути, обед, вырезав все мужское население Сихема. Они в своей злобе даже подрезали сухожилия у скота, то есть перепортили даже и скот Сихема, будучи полны такой кипящей, бурлящей ненависти к своим обидчикам, которые, конечно, не делал их достойными того первородства и того ответственного служения первенства власти над своими собратьями, над остальными коленами своего народа, над их домочадцами, которое предполагалось тем даром первородства, которые могли бы они получить силу своего происхождения. Как мы знаем, и колено Рувима, в общем-то, не особо себя впоследствии проявило в истории остальных двенадцати колен, оно было весьма таким малочисленным, и уже, собственно, во времена исхода это было самое малочисленное колено. И колено Симеона, оно тоже впоследствии в истории Израиля не особо успело себя проявить каким-то такими славными деяниями выдающимися, и фактически тоже утратило свое значение, и фактически слилось в своих пределах с коленами Иуды и коленом Вениамином. Ну и а колено Леви, оно как раз таки было ему из всего вот этого первородства досталось одно только священное служение. Ну и то лишь в тот момент, когда Моисей устанавливает вот именно институт ветхозаветного священства. Сам Моисей, как мы знаем, происходит из колена Леви, из этого же колена происходит его брат Аарон, который и становится основателем вот этой линии священства ветхозаветной, которая передается именно по наследству и исключительно в одном роду. Потомство Аарона носит почетное именование коинов, священников, только оно может, собственно, совершать все священные обряды и священные действия, из его среды избирается первосвященник. Прочие потомки колена Леви относятся к числу левитов, то есть таких вспомогательных что ли служителей, отправителей культа единого Бога, порядок которого был установлен Моисеем по непосредственному внушению свыше. И, как мы знаем, колено Леви не получает своего отдельного надела среди прочих колен землеобетованной, но назначаются города левитов в каждом из колен, так что левиты оказываются рассеяны среди прочих колен Израиля. По словам блаженного Феодорита, это имеет очень важное воспитательное значение. Важно, чтобы левиты, священники, представители священства присутствовали среди всех прочих колен Израиля, чтобы они были той объединяющей все 12 колен силы, которая была бы рассредоточена, распределена среди них и поддерживала народ в единстве и наблюдала бы за тем, чтобы и на местах у себя в своих личных владениях представители каждого колена не уклонялись от исполнения обрядовых постановлений и заповедей Божьих. Таковы были судьбы потомков первых трех сыновей Иакова. И только лишь Иуда получает право первородства. В этом праве первородства он получает именно царскую власть и царское достоинство. Поклонятся тебе братья твои, возвещает Иуде умирающий Иаков Израилю, давая ему свое последнее такое вдохновенное Богом благословение. Не отойдет скептр от Иуды, возвещает он. И действительно, именно из колена Иуды происходят все законные цари двенадцати колен. Именно из потомства Иуды, как мы знаем, происходит и сам Господь наш Иисус Христос, царь царей и действительно надежда и мессия спасителя не только Израиля, но и всего остального мира. И именно поэтому это вот такое откровение, которое дано Иакову о судьбах его потомства и поэтому не какими-то личными достоинствами собственно Иуда самого по себе как такового, а мы знаем, что у него бывали и слабости, и недостатки, с ним связана история с Фомарию, когда он обращается за, так сказать, услугами к блуднице, даже отдает ей свое кольцо перстень, весьма легкомысленный такой поступок для того времени фактически отдает ей видимый символ, знак всей своей власти над своим домом и над своим хозяйством, поскольку перстень как раз-таки являлся таким знаком власти и использовался, ну, как сейчас использовалась бы печать в какой-нибудь организации, да, которой заверяются все какие-то совершаемые сделки. Вот, то есть мы видим, что Иуда сам по себе может и не обладает какими-то такими особенными отличающими его добродетелями среди прочих своих собратьев, но зато и не отличается той кипучестью, необузданностью, которая отметила трех его старших братьев. А из его потомства и его потомства, его колена особенным промыслом Божьим ему предназначено вот такое чрезвычайное и важнейшее служение, служение и царское, и служение мессианское. И, наконец, Иосиф, любимый сын Иакова получает третью привилегию первородства, двойную часть. Эта двойная часть выражается в том, что Иаков благословляет не его, а его сыновей. Он как бы увеличивает таким образом наследие Иосифа среди его братьев. Не одно колено Иосифа представляет в среде двенадцати колен его потомства, но целых два. Ефрем и Моносия благословляются Иаковом как раз таки в знак вот этого разделения даров первородства, которые он распределяет между тремя своими сыновьями. Леви получает священство, Иуда получает царство, Иосиф получает двойную часть. Таким образом, Израиль хочет как бы и вернуть тот долг отцовской любви, которого так не хватило Иосифу разлученному со своим отцом, и признать его подлинное сыновство, и признать тот брак, который он заключает в чужой земле, и женясь на египтянке, и для того, чтобы его потомство, хоть и рожденное от иноплеменницы, никоим образом не порицалось и не уничижалось среди остальных потомков двенадцати колен Израилевых. То есть таким образом он изливает вот такую полноту своего отеческого благословения, уделяя и признание свое Иосифу, и даруя ему часть из того первородства благодаря тем выдающимся заслугам Иосифа, которые проявились в спасении и самого Израиля, и всего его потомства в одни голода, промыслительного вот этого сохранения его в земле египетской, в которой Иосиф приобрел такую власть благодаря опять же своей исключительной добродетели, выделяющей его среди остальных братьев, остальных патриархов двенадцати колен. Вот с чем связано и это особое благословение, вот с чем связаны эти такие может быть не вполне очевидные сразу для понимания моменты в заключительных книгах, в заключительных главах книги Бытия, повествующих о том благословении, о тех дарах первородства, которые передает умирающий патриарх Иаков Израиль своему потомству в лице своих двенадцати сыновей, а также двух сыновей Иосифа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...